Мечта жильцов бывшего общежития, отдельные души, туалет на каждом этаже практически исполнилась для квартирантов Индустриальной 73. Но начавшиеся работы сразу вызвали массу негодования среди жильцов. Раковина не там, душевая не по размерам. Как реальность скорректировала мечту жильцов в нашем следующем сюжете. Мне кажется, чисто на мой взгляд, это какой-то гибелизм какой-то. Вот поставить вот такие ванны. Такими нелицеприятными словами жильцы Индустриальной 73 характеризуют ремонт в своем доме. Четыре месяца назад в общежитии начали появляться новые душевые и туалет на каждом этаже. Однако работы сразу вызвали массу негодования у жильцов. Винтально вот заходим и вот так вот, потому что здесь стояла раковина. Она вот, которая стоит на кухне. Полуовальная такая, да, получается. Ну вот ты приходишь, садишься сюда на унитаз и лицо-то, получается, что-то не в раковину. Потому что вот, если даже вот крепежи были, ну вот такая раковина она стояла. Раковину по требованию жильцов перенесли на кухню. Но для этого собственникам пришлось с претензиями обратиться в управляющую компанию и к депутатам. Последние накануне собрали целую комиссию для решения проблемы. Я вынужден был его привести как зама мэра и показать на тот бардак, извините за выражение. Если бы не было этой поездки и не было его персонального показания, не появился бы этот план и то, что вот сегодня приходит в нормальное состояние, этого бы не было. Я вот, к сожалению, это факт. Этот подрядчик, который сейчас там работает, Ремстройнадзор, он предложен жителями вот этого дома, Индустриальная 73. Значит, по их предложению, то есть, они сказали, что знают эту организацию и доверяют ей. Ремонт на Индустриальной 73 начался после закрытия двух душевых комнат, единственных на весь дом. Причина – разрушение несущей конструкции здания. Людям стало негде мыться. Решено было за счет местного бюджета и денег собственников установить на каждом этаже душевую и туалет. Сумма работ – 2 миллиона 600 тысяч рублей с рассрочкой на полтора года. Кстати, цена тоже вызвала массу вопросов. Рядом, напротив здания, Индустриальная 62. Начало моей депутатской деятельности. Такая же точно проблема. Все трубы заменены, холодной и горячей воды. Значит, сделана нормальная сеть работы и установлены душевые кабины на каждом этаже. Хорошие кабины, не малюсенькие, прекрасные, хорошие. Не экономили. Вся эта работа заняла 192 тысячи. Сейчас работы в доме еще ведутся. Подрядчик доделывает оставшиеся этажи, но уже с корректировкой. Закончить обещают 20 декабря. В свою очередь депутаты сделали запрос для проверки сметы расходов. Дмитрий Фимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.